О том, что мы свою жизнь тратим не на то, что надо. Вот мы о чем поймем. Понимаете, если женщина хочет слишком много, ты будешь пахать всю жизнь на это. Потому что самое главное желание у женщин вовсе не украшение, вовсе не трикотаж. Самое главное желание у женщины это чуть побольше размера квартиры. Ну все еще чуть-чуть. А вот здесь, мои хорошие, уже другие цены. Поэтому всегда желаниями жены нужно считаться, но относиться к ним очень осторожно. Потому что если желание твоей жены заставит тебя работать на трех работах, и ты забудешь даже о том, как белый свет видит, смотрится, то ты погубишь не только себя, а также и свою жену, и своих детей. Поэтому эмоции это хорошо, желания это хорошо, но к ним нужен спокойный, добрый, трезвый подход. Поэтому есть женская правда, а есть мужская. И она должна быть в гармонии. Женщина всегда хочет счастья, это правда. И надо давать ей счастье. Но с другой стороны, надо всегда смотреть, насколько это опасно, вот именно включаться в тот вид счастья, который она тебе предлагает. Может быть, жить чуть-чуть поскромнее и ограничивать свою жену чуть-чуть. И давать ей больше счастья. В чем? Вместе ходить в парк, желать всем счастья, молиться. Это бесплатно. На это работать много не надо, понимаете? Поэтому всегда семья должна выбирать истинное счастье, которое бесплатное. И параллельно, конечно, мужчина должен, обязан помогать женщине быть счастливой. Также с точки зрения того, за что надо платить. Это тоже надо, потому что иначе не будет счастья тоже. Продолжение следует...